Ван Банчман. Третий сезон, третья серия. Те, кто превзошел человеческое понимание. Эй, ты, подпишись на мой канал. Я подписался на канал, даже на колокольчик нажал. А, ну тогда не мог бы ты еще лайк поставить этому видео? Мимик попросил нас присмотреть за горох. Ну, мы должны были узнать, насколько ты подходишь на роль нашего товарища. Охотник на героев. Ты просто ненормальный, который кричит, что он монстр ради забавы. Или настоящий монстр. Говоришь, как будто крутой. Я единственный, кто разочарован вашим разгильдяйством. Тогда убей ребенка. Какой в этом смысл? Монстры оставили свою человечность. Они держатся отдельно от мира людей. Гароу, мы видели, как ты помог этому ребенку. Нехорошо. Ты обязан убить его. Если хочешь быть одним из нас, то тебе придется лучше стараться завоевать наше доверие. Ты должен оставить позади то, что делает тебя человеком. Полукровки нам тоже не нужны. В организации, способной уничтожить человечество, дети должны умирать по прихоти. Но только что ты проиграл какому-то чокнутому герою. Да, может, ты был неосторожен, но будешь ли ты полезен для нас? Я уже говорил тебе. Убирайся. Я не могу двигаться. Я не могу двигаться. Идиот чертов! Думаешь, что кто-то подаст тебе руку, раз ты не можешь подняться? Никто тебе не поможет! Выброси эту херню! Теперь только ты сам можешь защитить себя. В таких случаях ты должен быть сильным. Просто стать сильнее. Поднимайся! Торео! Беги! Уже слишком постно. Теперь ты враг. Ты называешь себя охотником на героев, хотя до сих пор не убил единого. Как я и думал. Ты слабак. Ты меня раздражаешь. Извините меня. У меня есть вопрос. Я не люблю, когда меня беспокоят во время медитации. В чем дело? Зачем было посылать королевского потрошителя и бога Жука? Если тебе нужен наблюдатель, то какой смысл отправлять самых агрессивных? Почему, спрашиваешь? Уверен, они прекрасно справятся. Может, они даже подружатся с Гороу и научат его, как убивать героев. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Хватит придуриваться. Они не станут следовать приказам. Уверен, что они перестараются и убьют Гороу. Особенно королевский потрошитель. Он один из немногих убийц, вызывающих трепет. Даже члены ассоциации монстров не смеют ему перечить. В этом и смысл. Встречи Гороу с королевским потрошителем я дам ему стимул к росту. К росту? Он все еще мало кососа. Это тест для него. Больше всего ему нужна боль. Огромное количество боли, как физической, так и ментальной. До того момента, как он едва сможет стоять на ногах снова и снова. Интересно, какие изменения в нем произойдут, когда он узнает, каково быть монстром? Мимик, чего ты добиваешься? Ты манипулируешь Гороу. Но для чего? Какое тебе дело? Мм? Причины нет. Мне просто любопытно. Послушай, Феникс. А ты знаешь, откуда взялся мастер Орочи? Мм? Ну, возможно, он какое-то древнее существо. Мастер Орочи был простым человеком. Как и Гороу. Бесконечные поражения и жертвы сделали его совершенным существом. Существо, по-настоящему заслуживающее титул короля монстров. Я его создал. Ты создал. Это ты создал. Это существо. Если малыш Гороу будет хорошо расти, он даже может стать новым мастером Орочи. И я единственный, кто знает это. Я попросил бога жука остановить потрошителя, если тот увлечется. Но если Гороу умрет, значит этого он и заслуживает. Я просто подожду, когда у меня появится новый питомец. Я осмотрел весь периметр. Все двери крепко закрыты. Спустя несколько часов я даже не заметил, чтобы кто-то входил или выходил. Кроме той Гориллы. Может по какой-то причине все покинули это место. Если так, то это мой шанс. Центральное командование всех их операций должно быть внутри. Что-то вроде наблюдательного пункта. Внутри этого здания находится подозрительная группа, недавно переехавшая сюда. Они принесли с собой несколько деталей санжения и неопознанный порошок. Не говоря уже о коробках с сетким рыбным запахом. После собранной информации у местных у меня не осталось сомнений. Это они. Время пришло. Я начинаю штурм. Наконец-то. Сложно поверить, что я делаю это. У меня с ними свои счеты. Я шел по их следу столько лет. Уничтожить опасную организацию, замышляющую реконструирование всего мира и уничтожение человечества. После инцидентов ранее, я точно могу сказать, что уже близко. Но близко недостаточно. Я должен схватить их. Земля в опасности. Так гласит последнее пророчество предсказательницы Шибавы. Есть что-то еще. Слухи о сером кардинале, стоящем за ассоциацией монстров. Это они причина всего. Ошибки быть не может. Настал день, когда все ваши планы рухнут. Палаты эволюции. О, посетитель. Мы еще готовимся к открытию. Не могли бы вы подождать? После всего вы решили скрыться за обычным магазинчиком, Такаяки. Не смешите меня. Хм. Я все знаю. Меня не обмануть. Я зомби-мен. Герой с бессмертным телом. Или может мне представиться объектом 66? Теперь вспомнили? Что? Так ты, герой, желаешь одолеть палату эволюции? Мне жаль, но ты опоздал. Плата была уже давно уничтожена. А? Хм. В каком маленьком мире мы живем? Я и представить не мог, что герой С-класса кажется одним из экспериментов эволюции. Объект 66 набивает воспоминания. Единственный успешный опыт, целью которого было заполучить бессмертное тело. Но потом ты вдруг уничтожил лабораторию и исчез. В тот день мы потеряли превосходный материал. Кто бы мог подумать, что я увижу тебя спустя 10 лет. Я знал, что ты когда-нибудь заявишься для мести. Ты настоящий герой. Видимо, ты нашел свое призвание. Хочешь убить меня? Ну давай. У меня больше нет причин жить. С уничтожением лабораторий я потерял свою единственную мечту. А? Палаты эволюции больше нет? Почему? Пока живая тетварь, все можно восстановить. Так почему? Отвечай, Генус! Хм. Он появился незадолго до меня. Я увидел силу, превосходящую любую искусственную эволюцию. Мои исследования превзошли. Вот что я тогда почувствовал. Тот человек... Избавился от всех своих ограничителей. А? Ограничители? Сколько бы ты усилий не вкладывал в свои тренировки ради увеличения силы, все живое существует в рамках определенных ограничителей. А если переусердствовать, то твоя же сила навредит тебе. Или можно потерять себя, и тогда останется только тварь, подобная монстрам. Х station. Хм! Хм! Более того, все живое растет в пределах своих рамок. Все эти ограничители заданы нам самой природой, чтобы не потерять цель, причину жить. Мы приравниваем эти параметры к ограничителям человека, но он, он проложил путь через все эти преграды, ему удалось разорвать свои ограничители. Сила, которая превосходит ограничители, ты хочешь сказать, что она разрушила все годы твоих исследований, а? Ты говоришь, что кто-то заполучил такую силу без каких-либо последствий? О нет, он заплатил за это крайне высокую цену. Взамен на нее он облысел. Более того, она привела его к совершенной отчужденности. Все это было у него на лице. Одним ударом он уничтожил воинов, которых мы создавали. Но, чушь, похоже, за все эти годы повреждения получила только твоя голова. Ах, должен сказать, что видеть тебя, человека, когда-то создавшего меня, крайне разочаровывает. Я знаю многих людей, превосходящих ограничители. Они не становятся монстрами, они становятся чем-то намного сильнее. Мир полон таких людей. Их называют героями. Похоже, ты понятия не имеешь о силе, про которую я говорю. Монстры появляются из-за сильных вспышек разочарования. Неудовлетворенные люди, которые сами желают измениться. И делают это из-за различных психологических проблем или пороков. Такое происходит, когда окружение или другие факторы провоцируют клеточные изменения, меняя их. Еще есть те, увеличение силы которых искусственно стимулируется за счет науки. Как было с моими исследованиями. Это касается не только людей. Мы часто видим изменения у других видов, вызванные загрязнением воды или чем-то другим. Чтобы стать монстром, необходимо переродиться в иное существо. Но, как и у всех, у них будут свои ограничители, которым придется подчиниться. В более широком смысле, мы используем слово монстр для описания существ, как тот морской парень в городе Джи или пришельца из города А. Но эти существа уже были рождены такими. Просто они принадлежат к разным видам, как и мы. Можно сказать, что они наши естественные враги. Герои мы называем тех, кто силен достаточно, чтобы противостоять подобным угрозам. Герои изначально рождены с таким потенциалом силы. Они просто возрастили его за счет тренировок или инстинктивно. Есть альтернатива. Героя можно создать с помощью внешних влияний. Например, добавить кибернетические части тела или провести биологический эксперимент, как было с тобой. Также мы можем включить сюда тех, кто родился с исключительным талантом. Например, меня или другого обладателя особых сил. Но он – это нечто иное. Посредственный от природы, обладающий посредственно взрашенным потенциалом. У него не было никаких весомых преимуществ или талантов. Он был олицетворением посредственной обыкновенности. Но с помощью тяжкого труда он широко раскрыл свои ограничители. Когда кто-то считает, что это сила человека, самостоятельно эволюционировавшего, освободившегося от всех ограничителей, мне хочется смеяться. Мои амбиции оказались такой нелепицей. Думаю, ты можешь встретить его. Я слышал, что он тоже работает героем. У тебя остались вопросы? Такаяки, правда, почему? Если человек настолько хорош, что может создавать человеческие тела, ему крайне легко создать запас осьминожных шупалец. Я могу с ними справиться. Они ничто по сравнению со стариком. Не знал, что обычный человек способен зайти так далеко. В одиночку против нас твоих будет весьма непросто, понимаешь? И все же ты слабак. А я хотел еще поиграть, но что поделать? Всему есть предел. Игры кончились. Начнется настоящая битва. Без проблем. Только должен предупредить. Я сражался с огромным количеством врагов. Игры кончились. Вы не ударите меня ни разу. Хе-хе-хе. Дядя. Дядя, прости. Филистая медуза. Что ты здесь делаешь? У меня с ним свои счеты. Думаю, сейчас самое время. Я его помню. До битвы с дальной битой. Этот сопляк тут ни при чем. Эй, ты! Эй, нам приказано не убивать его. А, и ты подтянись? Ты слишком поздно меня остановил. Он уже мертв. Ну, пойдем домой, как хорошие друзья. Играет музыка. Алиэ. Голосся. Субтитры создавал DimaTorzok